Приветствую вас, и вы задаёте свой вопрос о том, как жить с мужем дальше, как с ним, значит, да, как с ним жить, если нет доверия. Вопрос первый. Как бы вам хотелось? То есть, вот есть ситуация, да, в которой, ну, грубо говоря, вы оказались. Ситуация неприятная, её можно как угодно называть, да, можно говорить, что это не смело ещё, можно говорить, что ничего страшного не случилось, но в любом случае ситуация неприятная, в любом случае. И эта ситуация, она требует от вас, она требует от вас выбора. Она требует от вас того, чтобы вы сделали, приняли какое-то решение в этой ситуации. Я уверен, что это решение, оно у вас есть. Я уверен, что вы знаете, как поступать уже. Я уверен, что вы знаете, как себя вести уже. Я уверен, что вы знаете, что делать в этом случае, но что-то вам не даёт. И вопрос, который у меня есть к вам, он такой, что не даёт вам поступить так, как вы считаете правильным. Так как вы считаете верным, так как вы считаете адекватным здесь, в этой ситуации. Ведь вы же знаете, как поступать. Что вам не даёт? Какие-то страхи и сомнения. Какие-то, может быть, переживания. Какие-то, может быть, ваши желания. Какие-то, может быть, ваши потребности. Понимаете? То есть, вот, на мой взгляд, именно это нужно разобрать в первую очередь. Вот представьте себе ситуацию, что мужчина так поступил, мужчина так сделал. Вы об этом узнали? Ну, узнали, да, в общем-то, ну, нормально, что узнали. Что делать будете? Как бы вы поступили? Что бы вы сказали своему мужчине? Что вы хотите сказать? Что бы сказали? Попробуйте сначала воспроизвести это в своём сознании. Попробуйте сначала восказать это, ну, воображаемому мужчине. А уже потом, я уверен, вы сможете, ну, поступить правильно. Понимаете? То есть, если мы вам скажем, как вам себя вести, это будет, ну, очень узкий взгляд. Как вы хотите себя ищите. Просто сядьте перед зеркалом, может быть. Или просто сядьте в удобное кресло. Закройте глаза и попробуйте представить себе вот эту ситуацию. Что вы узнаёте о том, что мужчина так часто общается с другой женщиной. Вы узнаёте, что он взаимодействует с ней. Какая ваша реакция первая? Что ему сказать вы хотите? Если вы хотите сказать «ты», это родительское позиция, проецирование. Если вы хотите сказать «я», это ваше желание. И в известной степени о ваших желаниях можно и нужно ему говорить. Это правильная позиция. Это чёткая позиция. Но сказать о своих желаниях не означает реализовать их. И поэтому, если вы хотите сказать своему мужчине о том, что вы чувствуете, о том, чего вы хотите, то вам нужно быть готовым к любой его реакции на вот, собственно, ваши слова. То есть реакция абсолютно любая, какой бы она ни была. И это будет, наверное, искренне. Это будет эмоционально. Это будет, по крайней мере, по-настоящему. И либо вы поговорите о том, почему мужчина это сделал. И выясните какие-то, может быть, проблемы между вами. Либо, либо вы примете решение расстаться, потому что всё-таки, ну, понятно, что два года в браке – это не очень маленький срок, но и не очень большой. И детей у вас, опять же, как я понял, нет. Что означает некоторую лёгкость в расставании, в случае, если, например, вы для себя поймёте, что жизнь с этим мужчиной вам больше не нравится. И мужчина, если поймёт, что он поспешил с, ну, выбором спутницы жизни своей. Ну, вот. Если же вы ничего не сделаете, если же вы ничего не скажете мужчине, то, наверное, так и будет. И как это не странно, до первой ссоры, когда вы просто-напросто выплесните ему всё в едином порыве, в едином таком импульсе, всё это вы ему выплесните. Будет ли это хорошо, будет ли это продуктивно, будет ли это качественно, будет ли это конструктивно для ваших отношений? Нет – не будет. Никакой конструктивности для ваших отношений в этом не будет. Кроме того, что мужчина воспримет ваши слова, даже если они будут правильными, даже если они будут верными, вот, негативно. То есть, понимаете, ваше «я не знаю, как жить дальше» — это конфликт, это противоречие, это несколько центробежных сил, направленных в разные стороны, которые разрывают вас, что иногда вызывает апатию. Ну, такое бывает, когда несколько центробежных сил встречаются, они, как правило, действуют очень деструктивно на самого человека. И опять же, если вы не хотите доводить до такого, самое время подумать, что я могла бы сказать своему мужу. Если вы, например, узнали о том, что он переписывается или созванивается или просто общается с другой женщиной случайно, в этом нет ничего такого. Если вы узнали там целенаправленно, посмотрев его телефон, это говорит о проблемах между вами, ну, относительно долгосрочных. Но если мужчина просто общается с этой женщиной, не встречается с ней, не вступает с ней в какие-либо отношения, естественно, и так далее. Что может быть и ничего страшного не произошло, с его точки зрения, с точки зрения ваших отношений. Но да, безусловно, безусловно, доверие ваше, оно пошатнулось. Вот только доверие в чем? Если мужчина ничего плохого вам не сделал. Он же вам не изменял? Нет. Ну, так, по крайней мере, вы пишете. Значит, можно говорить о, например, том, что вы в себе не уверены. Либо вы чрезмерно зависимы от этого человека. Что тоже может быть и что тоже не является чем-то хорошим. Ну, опять же, здесь многое зависит именно от вашей позиции. Какая она, эта самая позиция. То есть, если вам нравится быть зависимой, это одно. Если нет, это немножко другое. Подумайте, пожалуйста, об этом. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.